Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о московских голубятнях и об удивительной городской дворовой культуре, которая бережно сохраняется в современном городе. Здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий, скажите мне, что это за порода? Павлины вот эти. Павлин? Да. Вот этот? С распущенными хвостами. А вы можете отличать мальчика от девочки? По головке. Если головка нижненькая, это голубочка. А если головка грубенькая, погрубее, это голубь. Я так понимаю, что они держатся чуть-чуть подальше, да, от человека? То есть вот они, смотрю, сгруппировались там. Ну да, да, они как свои парами. А голуби всегда парами? У них всегда есть пара? Да, всегда-всегда парами. Они всю жизнь, как бы они уже влюбятся, они до конца жизни живут вместе. Я так понимаю, что раньше в Москве в каждом дворе вот в центре была голубятня. Двор без голубятни это не двор. И это не московский двор уж по всякому случаю. Потому что я даже не помню, вот я в центре Москвы, казалось, жил. Сивца вражек. Любой двор возьмите, во каждом дворе будет голубятня. В нашем дворе заправлял голубями самый младший брат. Ловил чужих, там говорят, как чужой пошел. Он поднимает стаю, стая летит, влетает в эту стаю чужой голуб и вместе со стаей уже приземляется. Приземляется. Давай-давай-давай-давай-давай. Палочку ворвают и, видишь, закрыл их корму. Ну да, хлопушечку. А мне Збруев рассказывал, он тоже на Арбате жил, Збруев. И он говорил, что голубку обязательно приманивали, что вот голубей нет. Я поэтому, собственно, и пытаюсь понять, как можно голубку от голубя отличить, тем более в небе. Там же техника полета, наверное, одинаковая. Нет, это вы ошибаетесь. Это совершенно разное. Мы возьмем голубь Турман. Он же летит-летит и делает, и кувыркается в воздухе. Делает кувырок. Это вот только Турманы так вот летают. Это просто заглядение на них смотреть, потому что они и характеры. Вот человек, который ближе и в взрослом возрасте наблюдает и знает. Бойных, Бакинских, раньше они тоже кувыркаются. На возрасте хлоп такой, щелчок, тюк, играет на лету. Они всаку-всаку, и потом тихонечко спускаются и кувыркаются. Это чудо-чудо. Да, да. Красиво. Дмитрий, а вы с детства, да, вот, увлекаетесь этим? А почему это потомственное, династийное? Нет, меня просто потянуло на это. То есть родители к этому отношения имели? Нет, ну, отец держал Туль, Тульская область, деревня. У него там, как чердачок был, ну, там, бывшие такие голуби, там, сезарики, были чуть-чуть домашние. Ну, как так, сами по себе жили. А потянуло, меня просто как-то сосед гонял, когда еще маленький был, лет пять мне было. А там постоянно летают, летают, мне так понравилось, так красиво, так вот. Я говорю, да, я тоже сейчас такие заведу, несколько штучек на балкончике, и тоже буду, так, чтобы летали. И все, я так потянулся потихонечку, потихонечку, больше, 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 больше. Сколько у вас голубей? Сейчас мне восемьдесят пять. Это много или мало, вот, по вашим арбатским? Это очень много. Много, да? У меня две породы. У меня спортивные, чехи, и венгры соколётные. Наталья, вы как психолог можете объяснить разницу между привязанностью вот к стандартным, ну, питомцам, кошке, собаке и к птицам? В этом есть какие-то нюансы? Ну, есть, конечно, нюансы, потому что, в принципе, ухаживая за любым животным, есть какие-то моменты, да, кошка, это прям вот, которая дома живёт, кошка обычно домашних, ну, стараются не выпускать на улице, да. Я не выпускаю свою. Вот, с собаками гуляют, то есть это вот некая такая тусовка собачья, да, то есть хозяин выводит не только своего питомца и себя выводит заодно, да. Вот, а мне кажется, то, что касается голубей, это вот люди, которым вот нравится что-то созерцать, да, то есть потому что вот они же летают в небе, и, ну, так или иначе, ты смотришь на это небо, смотришь на эту красоту, вот, вот сейчас вот даже мы обсуждали, да, кувыркаются в небе, да, вот, летают, да, то есть это что-то такое. Ложатся на крыло, пропадают вдруг. Вот, вот, видите, вот. Вот стая идёт, и вдруг её вдруг не видно, она только легла в профиль, потом снова крылья, снова она белёсая такая. Когда в голубое небо, когда вот эта стаик поднимается, там где-то, ну, количество 40, там, 50 штук, прям как бы облачко такая движется. Да, глаз не оторвать, глаз не оторвать. Вот даже же, знаете, как вот совершенно, может быть, и в этом какой-то есть архаичный смысл, перелётные птицы, да, летят. Да, да. Так ведь люди бросают всё, говорят, смотрите, летят, летят, вот, а что, это же просто, это же не голуби, да, твои собственные, это просто как вот летит этот вот косяк этих птиц, да, а голуби, это вот что-то твоё, да, то, что, зачем ты ухаживаешь, да, то, что ты можешь в любой момент посмотреть, да, это вот очень хорошая разрядка такая психологическая. Я вот очень хорошо понимаю людей, которые... Фильм «Любовь и голуби», там вот прям показан какой-то контакт с птицей, он на самом деле в жизни существует, то есть у вас... Ну, да, если голубь... С вашими питомцами можно так говорить, что это питомцы или нет? Питомцы, да. Да, вот с вашими питомцами у вас какая-то есть связь? Ну, да, прохожу так, покормлю, прям успокаиваю душу. А вы знаете, кстати, вот по поводу птиц, удивительное дело, вот, ну, это относится, наверное, не только к голубям, а вообще к птицам, да, птицы, оказывается, очень нежно относятся к своим хозяевам, то есть они как-то вот трутся тоже о щёку, вот, и... Ну, вот эти, знаете, рассказы про то, как голубь возвращается домой, да? Да. Ну, вот он возвращается не всегда вот именно домой, ну, понятно, что он голубке может вернуться, он может вернуться просто в привычное, вот, в голубятню, это тоже очень трогательно. Летит за сотни километров, между прочим, могут увезти, продать этого голубя, а он всё равно возвращается. То есть там же даже есть такая вот, насколько я знаю, там такая целая техника, да, не выпускать, приучать, вот, чтобы не улетел. А приучают, вы знаете, иногда вынимают, дёргают, обкорнать это у нас называлось, вырвать пару перьев, и голубь не полетит. Ну да, тяжело. И он будет уже жить с вашей стаи, но у него вырос тот крылья, и он вспомнит свой дом, а ему лететь сто километров, и он прилетит. Вот ведь, какая радость может быть у голубятника, и потом голубятники, вот знаете, это не профессия. Разные профессии могут быть люди, разного возраста. Я, ну помню, до 12 лет только, может быть, интересовался, не голубями даже, у меня совсем другие интересы были, но рядом, во дворе, голуби, так сказать, ловят чужой свой. Я вам могу назвать народного артиста. Давайте назовите. Голубятника. Да. Это был мой большой-большой приятель, можно бы сказать, друг, но профессия такая, что редко виделись. Виктор Павлов. М-м-м. Да. Замечательный Виктор Павлов, который, помните, он сыграл. Да, да, да. Место встречи, извините, нельзя, его убивает Высоцкий. М-м. Так вот, я вам скажу, что Высоцкий просил увидеть у Павла, свози меня на птичку. Это рынок в Москве был, птичка. Птичеринок. Да, птичеринок. И возил, и показывал, и рассказывал про Голубей, но и этого мало. Витя Павлов создал Голубятню знаете где? На Мосфильме. Нет? Нет. Не угадали, не на Мосфильме. Я вам скажу, что получше нашел место, он служил в Малом театре, на крыше Малого театра. Слуховое окно нашел, оно прилегает практически к ЦУМу, Малый театр. Это самый центр, да. Вот там была его Голубятня. И он просто переживал за них, ему же на съемку надо ехать, кому доверить, кто может поухаживать за птицей, кто почистить, покормить. А Голубь сам не добудет себе еду, то есть если его не покормить, он нигде не найдет вот такой вот из Голубятни. Нет, ну если когда улетает, примерно, ну, как он не привык в этом месте, он улетает, да, не может дом найти, то он сезарям прибивается там. И он вместе с тикарями, сезарями, с голубями, они ходят, кольются. А мне кто-нибудь может объяснить, вот почему они вот не улетают? Вот сидят здесь, их посадили, они вот прям так послушно, дисциплинированно сидят. А потому что с детства их приучили, чтобы к людям были близко, чтобы они уже... От меня-то они подальше, это они как-то... Ну да, они ближе ко мне уже. Но мне до такой же степени. Они уже ближе ко мне уже. Ну это с детства приучают, да. А вот, допустим, если вы сейчас запустите, он куда улетит, или он вернется сюда? Ну, где-нибудь сядет, если будет сидеть. Давайте проэкспериментируем. Нет. Знаете, можно я вам расскажу одну довольно, как вам сказать, мистическую историю? Давайте. Театр Вахтангова. Великий артист там служил в этом театре Николай Олимпич Гриценко. Дело все в том, что когда он умер, именно в тот день, через слуховое окно, залетел голубь в театр и летал по зрительному залу и сел на аванс-сцену. Они закончили спектакль только что принцессу Турандот, они выходили кланяться, и голубь тоже кланялся. Мистика. Ну все говорили, и вот душа прилетела. Ну да, да, да.